Что ж, ребят, это будет самый эмоциональный, мне кажется, выпуск. Я особо к нему не готовился, потому что я только сейчас запустил башню, у меня не было времени. Сегодня целый день я возился со своими, скажем так, семейными проблемами, и поэтому я не прошел один из этапов. Я его пропустил. Это, конечно, печально, но, к сожалению, по-другому было никак. И тут я вот, наконец-таки, пришел домой, решил расслабиться, захожу в башню Серайрю, и этот РПГ-файтинг. Номер один мне заявляет о том, и сейчас вы узнаете о чем. Всем привет, ребят! Вы на канале Стивен Геймс, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. GameGold.ru — сайт, на котором вы сможете приобрести души, новую экипировку, персонажей, аккаунты, а также любой другой товар по самым низким ценам и быстрой доставкой. Также на GameGold можно найти большое количество игровой валюты на любую другую игру, полный список которых вы видите на экране. Но это еще не все. Только перейдя по моей ссылке в описании, вы получите неплохой бонус при покупке товара. На сайте действуют промокоды, которые помогут вам прокачать свой аккаунт в разы быстрее. Стивен Бонус дарит вам 500 душ при покупке любого товара. И Стивен Скидка. При покупке от 1000 рублей 10% скидос прямо от меня. Ссылку на сам сайт, а также промокоды, можно найти в описании под этим роликом. Я, конечно же, ребят, ко всему готов, но тут текста это просто убиться можно. Я такой думаю, что они тут понаписали. Слушайте, короче, они решили все проблемы с обходами, скажем так, которые ранее были предусмотрены либо в башне Линквей, либо Черный Дракон. Начинаем. Боссы имеют улучшенные характеристики, владеют мощным снаряжением, обладают иммунитетом к длительному урону. Это мы и так знали, это было на каждом боссе. Любой урон, который был им нанесен, переносится на следующую битву. Ну, а это, в принципе, мы тоже знали. На время победите, пока время не истекло. Но это мы тоже знали. И далее. Имеется небольшая вероятность, что противник проведет бруталити в середине битвы против любого из трех персонажей. Небольшая вероятность. Небольшая, но это ладно. Не разрушающиеся. Вот это разрабы продумали, конечно, интересно. Просто-напросто убили Таню Кобудзюцу, по-моему, если я не ошибаюсь. По-моему, Таню Кобудзюцу. Либо предательницу. Вроде предательницу. Снаряжение, которое носят противники, невозможно уничтожить. Пух! Все, Таня бессмысленный персонаж. Ну, это, конечно, жестко. На деле я такого не ожидал от разработчиков. Это просто камень в наш огород. И я считаю, что это неправильно. Так нельзя поступать. Я считаю, что нужно сделать петицию на чейнджорг. И просто-напросто казнить разработчиков. Но давайте попробуем вообще 120-ю битву фатально пройти. Ну, я подофигел от заявления, конечно. Разработчики молодцы. Удивляются каждой битвой. Меня не то, что подгорело прямо от этого. Я как-то остался нейтрален к данной ситуации. Но все-таки подгорчик небольшой есть. Вот прям чувствуется. Чувствуется. Вот как только что у Скорпиона был. Такое у меня вроде как произошло. И сейчас вот середина битвы будет. И Скорпион такой, ну все, типа. Небольшая вероятность бруталку наносить можно. Небольшая же вероятность имеется. Значит, все, бруталити поехало. О, вот это да. Блин, и истощение еще. Не, ну холодная война, конечно, он в этом плане красавчик. Ничего не скажешь. На, проткнули. Давай, давай, давай. Оп, оп. Блин, здесь еще и босс ударные группы, которые спасают, по-моему, да? Всех персонажей. Капец, он хилится начинает. Не, ну это, конечно... Да как его победить-то? Он же хилится все время. Поскольку он там восстанавливает. А, ну он восстанавливает по 206 и 307. Но это не играет роли. Эээ, все, мне вынесли одного перца. Остается буквально минута. Босс Инферно Скорпион держится со всех сил. Но мы по нему наносим удар за ударом. Мы лишаем его просто возможности победить. Мы наносим по 55 сраных тысяч урона. И он просто не знает, что уже делать. Он просто-напросто... Ошарашен таким уроном, который я наношу. И далее следующий. И следующий. Бах! Вот таким вот образом. Мы просто берем и выносим одного, самого главного персонажа, который пока что оглушен и не может смениться. Поэтому мы пользуемся этим моментом. И наносим еще один удар. Далее с разворотика такой гопа. Он размахивается. Гопа! Удар есть. Какое гопа? Непонятно. И его снова оглушает. Мы проводим еще пару добивающих. Наносим еще один спецприем. Мы его сейчас казним. Вот сволочь! Вот я так и знал, гнида. А еще и цепью при... Блин, ну Скорпион! Ну все, я не знаю, что сказать. Ух, горит у меня. Ой, горит. Блин, и он снова спецприем второй заюзал. Он снова хилится. Он снова хилится. Ну и что я против этого поставить могу? У него же даже здоровье, по-моему, меняется. Оно вон просто, он захилился и все. Оооо, не-е-е-е-е. Не-не-не-не-не. Интересно, это поражение потому, что время закончилось, либо потому, что меня добили? Не, ну это... Это... Это не серьезно даже. Это я считаю не серьезно. Разрабы. Я считаю, что вы как-то... Ну слишком. Слишком уж подошли к усложнению битв. Я понимаю вас. Вы хотели как лучше, но не, не получилось. Давайте по новой. Так не пойдет. Ну серьезно, очень сильные персонажи. Очень сильные. Ну... Ну опять сейчас я нанесу по нему урон. И снова сразу же появляется... Капец, у него здоровье сколько-то появилось. Охренеть! У него не было здоровья, и оно появилось. Жесть! Ну это вообще залет, конечно. Да как тогда побеждать? Когда у него здоровье-то восстанавливается? Это победа в минус просто-напросто. Пиздец! Я не знаю. Это... Это жесть! Это... Это невозможно! Ну как? Как я ему снял столько здоровья? Не, ну я... Я не знаю, что сказать даже. Вот у меня даже слов нету. Я его прикончил. Я его добил до конца, и здоровье снова восстановилось. У меня горит просто-напросто. Выключите свои микрофоны... Ой, микрофоны колонки. А то мама услышит, я себя ругаться начну. Не моя, а ваша. 27, 24. Он просто взял и восстановился. А чё бы нет. Правильно. Как будто ему кто-то запрещает это сделать. Ну я махаю ногами-то, господи. Ну ты не видишь, что твой братик махает ногами. Ну какого хрена ты урон наносишь? Меняйся, давай. У тебя есть возможность. Да. Здрасте. Бесконечно восстанавливающийся скорпион, к которому не на 10 урона. Ого! Вот это да! Неожиданно-то как. Интересно, мы тут кого-нибудь добить можем вообще? Или как? Или всё? На одном персонаже бои заканчиваются. Да! Бесконечно восстанавливающийся скорпион! Да! Ха-ха-ха! 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 Я не знаю, что сказать! А сколько я три попытки... Две попытки я потратил, да? А что поменялось? Что поменялось с предыдущей? По-моему ничего, да? Вообще ничего не поменялось. Ну это смешно даже, на самом деле. Я не знаю, это бой бесконечный будет. Отлично. Ну сейчас смена же снова будет. Снова будет смена, это же понятно. Да, ну вот она и смена. А можно сделать так, чтобы он не восстанавливался? Хотя можно взять, конечно, классика скорпиона и вытягивать персонажей. Я, наверное, так и сделаю. Если я сейчас буду снова же вот в таком вот моменте, вот в таком вот этапе застряну, то я, наверное, классиком скорпом начну играть. Потому что этот бой не пройти по-другому, если не играть с классическим скорпионом. Это бой длиной в жизнь будет, мне кажется. Хорош. Далее смена. Оп. А, он очнулся успел. Ну ладно. Хорошо, хоть... Не углушиться, стащить успел. О, отлично. Два раза даже. Он просто берет и дышит огнем. Идеальный персонаж. Понял. Хе-хе. Я вернулся, я вернулся. Давай поиграемся. О-о-о-о, да-а-а. О-о-о-о, да-а-а. Так, смена. Ну, че ты стоишь? Давай бей. Хорош. Захват имеется. Когда уже появится тот персонаж, которого я смогу, возможно, добить. А, возможно, сработает еще одна защита. И я добить никого, в принципе-то, не смогу. Но надежда у меня до сих пор имеется. Она еще во мне не умерла. Поэтому, в принципе, все нормально. Как вы видите, 40 секунд остается. Вроде как лупасим персонажа. И даже сработает пассивка. Что очень даже хорошо. Потому что вот на что-на что, а на пассивку-то я вообще, в принципе, не надеялся. Хорош. Отличненько. Отличненько. Подгорает мой пуканчик. Но вроде мы справляемся. О, хорош. Хорош, хорош, хорош. Так, давайте еще раз. Отлично. Притягиваем. Так, еще один удар. Отлично. Еще раз притянули. А, вот тут вот я, конечно, лоханулся немножечко. Так, но он был в оглушении. Поэтому можем еще раз притянуть. Отлично. И еще раз. Блин, 8 секунд. Всем остается. Смена. 4 секунды. Далее спецприем первый. В оглушение он уходит. Я нечаянно выключил телефон. О, все, заработало. А, не успел. Ну, смотрите. Двух персонажей мы покоцали. Скорпион остается до сих пор живее всех живых. Хм, блин. Это какая третья попытка была, да? Четвертый, я думаю, мы тут не отделаемся. Нужна еще будет одна. Но здесь Соня Блейд бесполезна. Я думаю, что нужно вот такую вот рокировочку сделать. Скорпион, да, сойдет. Давайте Скорпиона поставим. Два Скорпа и получается у нас еще будет Дженни Кейдж. 120-й бой. Начинаем. Давайте смотреть сейчас, что у меня получится сделать. Блин, неожиданно то, что настолько сложный бой попался. Потому что, ну, мне, как-то казалось, все будет в разы легче. Но, видите, не совсем. Не совсем все легко и не совсем все просто. И звук еще остается. Все, вроде я перезапустил. Теперь звук отставать не должен. Но! Но есть одно но, которое меня очень сильно смущает. Это, конечно, победа над двумя персонажами, которых я практически добил. И я бы рад был, если это будет последняя битва. Так. Давай, 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 давай. Отлично. О, хорош. Так, далее я наношу вот здесь вот. Вот такой вот удар. Далее смена. Блин. Зараза, еще оглушил. И отключил смену, да? Нет, не отключил. Да дай ты мне смениться, ну, господи, ну. Обмудок. Кончен. Конченый, конченый. Я предупреждал, что я... А, как же горит, честное слово. Да дай ты мне просто взять уйти. Так, следите, пожалуйста, Джоника. Он нам не нужен. Это бесполезное нечто, которое не может смениться. Спасибо. А, ну, здесь я и так на самом легком нахожусь. Боссе. Так, ладно. Давайте пробовать дальше. Здесь пробитие блока у меня имеется. Плюс у меня стоит вроде более-менее такая экипировка, которая, ну, может хоть немного помочь. А, он снова спасает. Ну, я понял. У него спецприем. Ага. Ну, нормально, нормально, нормально. Тащим. О, нет. Я в блок ударил. По глупости. По глупости. Тупо по глупости сделал это. И тупо, и по глупости. О, все. Теперь я притяну. Хорош, иди сюда. Отличненько. Так. Блин, он сейчас... Да. Да. И заблокировался еще. Что же делать? Что же делать? Ну, я не знаю. Тут сложно сказать, что сделать. Кстати, как правильно сделать, потому что сейчас смена, скорее всего, будет опять. А я надеюсь, что не будет, конечно, но мне что-то кажется... Нет, добили. Добили одного. Фу. Одного персонажа добили. Тут смена. Давай, давай, давай. Лупайся. Да, блок даже не пробил. Блин, ну, если я его добью, это, конечно, красиво будет. Но за 10 секунд маловероятно. 8, 7, давай, 5. Отлично, 4. Притягивай. И последний удар. Победа! Один персонаж только остается. Один, ребят, один персонаж. Это какая? Пятая попытка, наверное, уже будет. Это уже будет пятая попытка. Это капец. Это как бздец просто-напросто. И за это еще дадут какую-нибудь конченую и ненужную награду. За то, что мы победили 120-ю битву. Не, ну, я не скажу, что это сложно, конечно. Я не скажу, что это сложно. Просто у меня нету еще экипировки по факту Серай Рю. И плюс, конечно же, нету еще как таковых персонажей. Тут алмазки, конечно, требуется с экипировкой Серай Рю. Более-менее такой. Тут нужно уже закупаться по полной. Чтобы у вас была только лишь одна экипировка Серай Рю. Надо наборов 200 купить за 750 рублей. И надеяться на лучшее. Ого. Так. Притянули. Отлично. Оглушили. Красиво. А, меня подожгли. Я-то думаю, почему не накапливай спецприем нормально. А меня ж подожгли. Ох, и закоптили еще. Неплохо так. И я смениться не могу. Я оглушен. Спасибо. Спасибо за смену. Скорб. Спасибо огромное. На, получай. Только 58 тысяч, конечно. Ну, хоть сколько-то по тебе нанесу. И то уже хорошо будет. Потому что... Потому что. Да. Блин, у меня здесь на пробитии облока не стоит, конечно. Что, бруто? А так можно, что ли? Я думал, должен оставаться последний персонаж. А так можно было? А так реально можно? Я не знал. Я бы так тоже хотел делать. Бруталити просто посередине битвы. Так. Малый шанс. Вот он, малый шанс. Хорош. Хватаем. 70к. Норм. Не, ну я его не добью. Тут еще одна попытка потребуется. Потому что у меня, если по 100к еще наносить буду, тогда да. По 138 имеется ввиду. Но с таким уроном, который я сейчас наношу, 72 тысячи. Это такое. Это такое, на самом деле. 50 вообще. И сейчас еще, наверное, в таком же, да. На масштабе 52 тысячи. Хоть я и наношу критули. О, все, да. И вот хил. Добей меня, пожалуйста. Спасибо. Чтобы он хилом не воспользовался. Потому что, если бы он воспользовался хилом, у него бы очень быстро здоровье восполнилось. Но это бы не было хорошо. 1119 монет. Ну что я хочу сказать по поводу 120-й битвы. Мне нравится. Мне определенно нравится. Потращено было уже 6 попыток, по-моему. 6 попыток. Красава. Красава. Босс. Супер. Да. Да. Я не знаю, что сказать. Мне бы все равно. Я не знаю, что говорить. Когда такие боссы попадаются. Я просто смотрю, офигеваю. Этого достаточно. Не нужно слов здесь много, чтобы понять, насколько эти боссы серьезные. Перцы. Которые против меня попались. О, тут я очень мало набил. 40к всего. Ну, потому что телефон уже фризы выдает. И поэтому так получилось. Отлично. Я по щам только что врезал персонажу. Притягиваем. Это победа. Хо-ха. Это победа. Да. Смог. Скорпион. Классика. Желтый-серый персонаж. Е-бой. Ты затащил. Так, ладно. Продолжаем. Я думаю, здесь слов много не надо. Достаточно того момента. То, что вы увидели. Поэтому всем спасибо, ребят, за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.